Царю небесную, утешителю души истины, Вежим из детства и вся исполняй, Сокровища в лови и жизни подателю, Приди в селе со мной, и очистены от всяких скверны, И спаси, блажен души наши. Родословие Иисуса Христа, точка, толкование. Почему Евангелист не сказал, подобно пророкам, видение или слово? Вопрос такой. Ибо они, то есть пророки, так написывали в своей книге, видение Исаии, сына Амусова, который он видел, Исаия, 1 глава, 1 стих. Также слово, которое было в видении к Исаии, Исаия, 2 глава, 1 стих. Ты хочешь знать почему? Мы как бы отвечаем, мы хотим знать почему. Почему? Потому что пророки вещали к жестокосердным и непокорным. И потому говорили божественное видение и Господне слово. Господне слово здесь выделено в тексте. Так они говорили для того, чтобы народ убоялся и не пренебрег тем, о чем они говорили. А Матфей имел дело с верными, благомыслящими и благопокорными. И посему не сказал наперед ничего подобного пророкам. Могу сказать нечто и другое, а именно, что видели пророки, но видели умом, созерцая при помощи Святаго Духа. Посему и называли то видением. Но Матфей неумственно видел и созерцал Христа, но чувственно пребывал с ним и чувственно слушал его, когда Христос был во плоти. Посему не сказал видение, которое я видел, или созерцание, но сказал родословие Иисуса Христа. Имя Иисус не греческое, а еврейское, и значит спаситель, ибо оно у евреев означает спасение. Теперь комментарий на Господне слово Игнат Тихоновича Лапкина. Ферфилат с первой строки обращает внимание слушателей на авторитет Библии. Господне слово. Это взято, закавычено, то есть из контекста взято, из Священного Писания. Все до единого святые пророки, начиная провещевать тайны Господней, как посланники Иеговы, придавали своим словам абсолютный авторитет от имени Бога. Второе послание апостола Петра, 1 глава, 21 стих. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. И еще местописание. Книга пророки Исаия, 1 глава, 2 стих. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Неподчинение Слову Божию, исходящему от пророков, приравнивалось к бунту против Создателя. Создателя с большого буквы, к Богу, то есть бунту против Бога. И эти люди объявлялись лжецами, то есть детьми дьявола. Второзакония, 4 глава, 2 стих читаем. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Еще в Тозаконии, 12 глава, 3 стих. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляй к тому, и не убавляй от того. Также в Триче, 30 глава, 6 стих. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Иоанна, 8 глава, 44 стих. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Еще откровение, 21 глава, 6, 8 стих. Всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Эти же угрозы к непокоряющимся и искажающим Слово Божие, высказаны Духом Святым и в Новом Завете. И этими словами заканчивается Библия. Откровение, 23 глава, 17 стих. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества от всего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Конец. Комментария. Ну, выбраны места, которые нам показали, как пророки и апостолы обращались к народу. Как Господь давал им провещевать. Почему-то это так сказано. Вот. Здесь Господь, ваш отец получается. А если лжете, что-то прибавляете к Слову Божьему, или недоговариваете, то значит ваш отец становится уже дьяволом. Поэтому это прибавление было для тех людей, которые еще не до конца осознали решение своей участи от Господа. Было очень важным такое обращение. Люди сдрагивали, слушали, как Господь говорил, а потом говорит, жестоковырные, с необрезанными сердцами, говорит, имеете уши и не слышите, имеете очи и не видите. И говорит им, хоть Господь это сказал, хоть это очень важно будет для вас, что это ваши святые мужи, которых вы почитаете, сказали. Если нет ушей, которые слышат, и очей, которые смотрят, и сердце, которое принимает этих слов, даже сам Господь, обращаясь, не сможет спасти этих людей. Поэтому для этого вначале и сказано, что к верным обращались просто возлюбленные или братья. И дальше люди все принимали. Почему? Потому что они уже любили этого человека, брата своего. Они уже понимали, что он им вещает истину. Потому что он видел самого Христа. О чем тут нам в комментарии и поведал Игнатий Тихонович. Теперь слово Христос разбирается и толкование к нему. Христами называли цари и первосвященники, ибо были помазываемы святым елеем, которые лили из рогана их голову. Господь называется Христом Иисус Христос. И как царь, ибо воцарился для истребления греха. И как первосвященник, ибо сам себя принес в жертву за нас. Ну тут надо понять, ибо воцарился для истребления греха. То есть как царь. Для чего царь нужен? Вначале, почему евреи просят царя? Как у других народов они говорят. А что как у других народов? Чтоб стройно выступал, чтобы враги видели и дрожали. Помните, это, божьи царя храни. Помните это? Сильный державный, царствуй на славу, на славу, царствуй на страх врагам, царь православный. Ну то есть все прям по-библейски как бы. На страх врагам. И правда, хорошо было бы так, что, как Александр Третий, единственный царь у нас вообще по истории, по нашей, которому не надо было ни с кем воевать. Там как раз были отношения очень сложные с трусаками. Австрияки, немцы, мы всегда имели против нас по границам там свои. И один австрийский посол пришел и говорит, мы против вас, говорит, выстроили наших гусар австрийских. У них очень мощная конница была, драгуны там, гусары. И он говорит, стал такой прям, ну он высокого роста был, метр девяносто три где-то, или девяносто пять. Да, это Александр Третий. Это отец Николая Второго. Он правда был без бороды, но уже у него такие бакенбарды очень были длинные. И он встал, говорит, такой как бы в сердцах, осмотрелся, взял, говорит, там серебряные у них лежали приборы на столе. Он взял там ложку, нож, вилку и вот так все вместе, вот так, говорит, скрутил и вот так бросил перед этим послом. Говорит, ну давайте, говорит, вот что с вашими драгунами и гусарами будет на нашей границе. И посол поколебался немножко, отступил, ретировался и не было никакой войны. Вот так, да. Сила. То есть сила, сила убеждения царя. Ну будем говорить, что Христос имел необыкновенную силу убеждения, потому что он просто говорил и замолкали, ну не будем там говорить о мирских, а духовные люди замолкали. Фарисеи, книжники, садукеи молчат, говорит, а почему молчат? А потому что ничего не могли сказать против. Он говорит, не знаете ни Писания, ни силы Божьей. Кто такой так разговаривает с нами? Внутри они себя подумали, а сказать ничего не смогли. Почему? Потому что они даже не задумывались, когда Господь говорит, я Бог Авраама, Исаака и Якова, я Бог. Он говорит, а Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых. Они живы перед Ним. А вы их уже похоронили всех. К сектантам, когда обращаешься и говоришь, вот апостолы. Как вы обращаетесь к апостолам сейчас? Ну как, ну вот читаем Слово Божье. Ну хорошо, читаете. А как вы их за это благодарите? А что уже их благодарить-то? Уже все понятно. Даже этого не дошло до людей. Это почему? Ну сатана скрыл это все, благодарность скрыл. А вы вот только Иисуса Христа, а вот только Иисуса Христа. А как же те, которых Господь своими учениками считал, ради которых Он на смерть пошел? Он ради них, во-первых, пошел. А они распространили потом уже по всей вселенной Слово Божье. Ради них пошел, вы даже их никак не величаете, никак не поклонение Слово говорить нельзя. Что вы? Ни в коем случае. Вот до чего сатана скрывает все. И то же самое и в Слове Божьем. Он все это скрывает, скрывает. Чтобы не было ничего, правильно не могли ни поклониться, ни помолиться, ничего. Почему у нас сестра Любовь Петровна всегда Игнатий Тихонович, а как правильно-то молиться? Вы нам сказали молиться. А как правильно-то скажите словами-то, чтобы мы могли? Молодец. Правильно говорит. Но если, кажется, не хватает у нас тяну, ну вот пускай человек правду скажет. Вот, хорошая же молитва, Господи, в защите Родину нашу. Хорошо. Мы в душе имеем, как бы, к нашей Родине некоторые вопросы у нас есть к ней, к этой Родине нашей. Как там некоторые поют Родина, говорят у Родины, а она мне нравится, хоть и не красавица. Нравится, потому что другой-то нет у нас. И на этой нашей Родине очень много свершилось такого нужного для нашего спасения, для наших душ. Очень много нужного. Но много и ненужного. Поэтому вот, для того, чтобы разобраться, вот нужны такие молитвы. Вот что правильно, что неправильно. Вот Абва, Отче, забыли молитву? Забыли. Бога Иегова забыли? Потеряли? Забыли. Как правильно к пастырям обращаться? Как? Пастырь не то делает. Ну, к пастырю нужно обратиться, пусть я к Господе его вразумит. Не только нас может вразумлять, и пастырей, как написано. И некоторые из священников уверовали. Так что, все прописано, мы читаем, на сердце принимаем, в священном писании это есть. Радуемся, благодарим Господа. Так, и вот про царя. А помазан он истинным елеем, духом святым. И как первый священник, для истремления греха, он сам себя принес в жертву за нас. Итак, преимущественно, ибо кто другой имел духа так, как Господь? Во святых чудодействовала благодать Святого Духа. Но во Христе действовала не благодать Святого Духа, но сам Христос творил чудеса с единосущным Ему Отцом и Духом. Так, это вот, ну как бы только первый, даже еще первый стих не закончили. Ну так дальше. Сына Давидова перечисляется. То есть, родословие Иисуса Христа. Дальше. Сына Давидова. К слову Иисуса, евангелист присовокупил и сын Давида, для того, чтобы ты не подумал, что он говорит о другом Иисусе. Ибо был и другой знаменитый Иисус, вождь Израиля после Моисея. Но сей назывался сыном Навина, а не Давида. Жил многими веками ранее Давида и происходил не из Иудина колена, из которого произошел Давид, а из другого. То есть нам слово это толкователи разъясняют все это людям. Ну как бы до чего. Ну, с самого начала, как учат азбуку первоклассники, так и мы тоже с вами, как бы в первом классе, вот там Евангелие от Матфея. Даже до этого мы прочитали Ветхий Завет. Это нам не поможет. Почему? Мы хорошо узнали о Боге Творце. А теперь следующий идет догмат. И Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного Ижат Отца, рожденного прежде всех веков. Теперь разбираем этот догмат. Он разбирается. Для чего? Для того, чтобы потом приступить к заповедям нам. Как исполнить, чтобы Христос для нас в душе, в наших делах сохранился именно как помазанный, как царь. Как наш спаситель. Что нужно для этого делать? И тут помогают уже заповеди. Похоже это на заповеди, на закон Ветхозаветный. Похоже? Похоже. Очень сильно похоже. Чем отличается? Отличается только тем, что тебя теперь, если ты закон не исполнил в Ветхом Завете, там убивали. А здесь тебя уже не убьют сразу. Ты уже так труп смердящий. Вроде ходишь, заповеди не исполняешь, а ты уже умер. Все. И когда придет та гиена огненная, там тебе уже не отвертеться. Почему? Если ты все догматы знал, да еще и заповеди прихватил, знал их тоже, а ничего не исполнил, то вот тебе и ад. Вот ты вот прожил мертвецом, и здесь ты постоянно колебался, был в сомнениях, сожалел обо всем. И туда пришел теперь, и ты получил свое. Самое интересное, говорят, святые мужики, говорят, а как же вот родственники, друг друга там муж, жена любит, там родители любят детей, дети любят родителей. Такая есть любовь горячая. И вдруг, допустим, сын уверовал, а мать не уверовал. Или наоборот, мать уверовал, а сын так и не уверовал. Или дочь. Что? Как будет? Это же будет такое сожаление, это такая скорбь, это такой раздрай там будет в раю, там это что? Ничего этого не будет, Господь говорит. Ничего не будет, святые подтверждают. Ничего не будет. Не будет никаких сожалений уже. Все. Не будет вот этих вот волн, которые пенятся своими стромотами. Этих поганых гнилых вод, которые таскают эти деревья дважды исторнутые без листвы. Ничего не будет. Ты будешь крепкий в исполнении всех заповедей, в соблюдении всех догматов по этим заповедям. Будешь очень крепкий, как вот плодоносное дерево, которое стоит на берегу, питается соками этими, живительными влаги, дает хорошие плоды, лист его крепкий, никогда не вянет. И во всем, что он не делает, успевает. Что? Попросил у Господа, Господи как? И Господь дает ему это твердое сердце, мужественный характер, душу, которая прилеплена к Господу. Воню благоухания духовного. Куда он не повернет, он везде от него приятное благоухание божественных заповедей, а не смрад какой-то. И поэтому уже не вспомнится ничего этого, только будет глубокое сожаление у тех, кто не послушал. Не послушал, а сколько их не услышат. А сколько не услышат, зависит и от нас тоже. Потому что чем больше мы будем ходить в благовествах, говорить о Христе, даже своим видом хотя бы, платками, бородами, благочестия, конечно. Все это надо делать. Это все исполнение называется. Вот такой вопрос. Как в той притче о том, что когда Христос собирал всех, соберите ко мне всех верующих, наполните столы накрыты, наполните эти пироги. Идите по изгородям, переулкам, когда они пришли. И пришли, говорит, еще не наполнилось. И так два раза ходили. И потом в конце уже, когда Христос зашел, когда уже наполнились все место, где было, где все лежало. Пиршество. На Перу, короче. На Перу. Брачном. Да, и когда Христос стал смотреть всех, и вдруг, то есть всех, это тех, кто верующие, и они ожидали спасения, ожидали Царства Небесного. И он зашел, и смотрел, и потом вдруг подходит к одному и говорит, как ты оказался здесь, скажи, как ты здесь оказался? В небрачной одежде. Да, в небрачной одежде. Господи, я все делал, я в храм ходил, исповедался, причащался. Ну ты не в брачной одежде, на тебе нет одежды той, которая привела бы в Царствие Небесное. То есть нет той одежды, то есть нет правильного крещения. Или может быть сказать, что может правильное крещение есть, но он не исполнял то, что положено, а ходил автоматически. И пришел на Пиршество, значит он как-то был настолько уверен, что он спасется. Поэтому вот здесь вот к этому можно отнести, что люди, которые верующие, ожидают спасения, верят, что они должны спастись. И, видимо, не исполняют. Или вот здесь вот эта вот тонкость проходит та, что мы надеемся, что мы спасены. Но надежда, она как бы не постыжает, но в том плане, что как бы нам не обмануться. Кто хочет ответить? Вопрос же задан, да? Вопрос похожий на вопрос. Я поняла, что она объяснила. Нет, я прошу объяснить. Просит объяснить вот тот, кто в небрачной одежде. Он же верующий. То есть как это относится вообще к жизни, к нашей тоже. Как он мог туда попасть? Да, и как он вообще попал-то? Вот это вот тайна. То есть получается, как бы он не видел себя со стороны, он подумал, а я нормально одетый. Помните, как я рассказывал, как в храме я стоял там, и Господь меня на сердце положил. И стоял, и показывал, там прям было написано, женщины в юбках заходят, и... Мужчины? Это, ну, там не мужчины, там женщины в юбках и в платках должны заходить. И женщины заходят, а я стою и так раз на надпись показываю на них. Жмолча, и что? И они, кто останется, кто прям достает платки, юбки одевают, тут заходят. И заходит одна, вот, короткая вот такая платьишка, все, и я показываю, она такая, ну и что ты мне тут показываешь? Что показываешь? Я уже вижу, что без разговора, я говорю, ну, надо благочестивое одеяние, это одеяние у вас такое, неблагочестивое, она... Что? Я плохо одета? Она поняла, что она плохо одета. И так от себя оглядывает. Я плохо. То есть для нее она не голый король, она очень даже занятая женщина оказалась. А на самом деле о голом короле шел разговор. Поэтому Христос-то сразу увидел. И самое интересное, те, кто рядом-то лежал, никто ему не подсказал, а может подсказывали, просто не было об этом разговора. Подсказывали, что-то ты не так себя как-то ведешь. Нет, речь-то идет, что он попал, мне кажется, это закон, не знаю, души, как говорили, души вверху. Толкование говорит, что это, который попал в небрачной одежде, это неверующий. Вера без дел мертва. То есть все вы во Христа крестишься, во Христа облеклись. То есть в дела праведности. Если нету дел, вера мертвая. Он может называть себя верующим, может ходить в храм, может там все внешне соблюдать, как книжники фарисеек все делали. Местописание какое-нибудь можно привести? Допустим, я сейчас местописание скажу. Местописание, когда говорится о четырех мерах земли, сердца человеческого. А, ну вот это веровали по-разному. Да. Одно, которое на каменной дороге, другое при дороге, третье в тернии, а четверное на добрую землю попало. Есть в этом что-то? Он почему там оказался-то? Потому что его привлекло. Но, так как вера была у него такая, что, как говорится, в одно ухо залетело, а в другое вылетело. Не принял. Ну, не принял, да. Написано не принял. А у других крепкая была, даже вера какая-то крепкая. Но, заботы житейские, тернии волчцы выросли и поглотили веру всю. Ну, вот это подойдет. Вот для меня отчеток подойдет. Я смотрела ролик. Один. Мне так интересно. Мужчина. Поживой уже. И он, ну, как бы умирает. Клиническая смерть. И он попадает, интересно, так какой-то, как пещера какая-то, так темно. И там стоят люди, они молятся все, руки подняты, все молят Господа. Прости, прощения просят, все. Ну, а что я сюда попал? Я верующий, я все соблюдал, не изменял. Что в пещере, да? Да, не изменял ничего. И почему, и шкаф, почему-то. И столько людей много, и все они вот прямо это кричат, вот от молится. Но его, как бы, Господь освобождает, возвращает на землю снова. И вот, вроде как, у Господа мест много, кто куда попадет? Он себя крепко верующим считал. Но, когда воскресло, он говорит, нет, чего-то мне не достает. Что-то я еще должен сделать, делать-то для Господа. Чтобы там... Это конец? Ну, не совсем уж, я так точно объяснила. Но факт, что не все, вот, обычно как, обмирают, вроде где-то труба, там свет яркий, там попадает туда, да? А этот друг в пещере оказался. Вот я первый раз это услышала, так и думаю, надо же это... Так, праздные места, наверное. Я, коротенько, одну выдержку, святого какого, не помню, написано. Там в аду многие молятся, хотя бы, чтобы на пять минут вернуться на землю, покаяться успеть. То есть, покаяние должно быть, да? У многих об этом, ну, не могут быть. О страшных делах заговорили, сегодня как раз проповедь, и в Златоусте было об этом именно. Что надо в Царство Небесное стремиться, не смотреть на земные сокровища. Сегодня у нас вот произошел конфликт между сестрами и Божьей. Я сидел, молчал, даже ничего не говорил, думаю, сестры, сестры, надо на Небеса стремиться, вы тут затеяли, что-то непонятное. Не знаю, будем разбирать это, не будем еще. Господи, помилуй. Ни на чем, кажется, на самом важном состоянии духовном наших детей. И какие-то разбойки возникли. Остановиться, подумать, что было сказано. Ну, какая-то правда-неправда здесь есть. Неправда? Ну, покаялся кто-то раз неправда. Ну, благого жаловал, понятно. А если правда, тогда вообще муча зачем затеяна? Эх, эх, господи, помилуй. Батюшка правильно сказал, в мире надо жить. А у нас в одной раз в конфликте ни на чем. В тот раз тоже закончили, так и непонятно, с этими догматами, так и сестры меня не поняли, и дядь, сестер даже не поняли. Ну, вроде как Нина Александровна что-то начала, понятно. С Валентиной Павловной так и не договорились. Про какие-то науки какие-то начали разговоры, непонятно. У нас вера, вера и наука, это небо и земля. Я просто пример привела. Да, наука, она так далеко. Он есть там один ученый, он такой там, столько много сделал, американец, конечно. На коляске вот так вот, голова на бочок, такая мордочка искаженная, церебральный паралич, там что такого у него нету там. 70 лет прожил. Я сейчас не могу сказать его имя, но я недавно о нем узнал. Я думал, и он так рассуждает, и причем, когда он рассуждает, он это записывает, вот он мог там какие-то импульсы только давать, и он это на компьютер записывает. Там такие рассуждения у человека. А вселенная, да, это будет невозможно, потому что он там всю науку собирает и так далее. И в конце жизни своей говорит. Но я вывод сделал один, что никакого творца у вселенной нету. Вот что мы сможем, сами до чего дозреть, до того и все. И я посмотрел, думаю, Господи, ты не дал покаяния, человек в таком. Он вот так весь загнутый, его Господь всего вот так скрутил, чтобы он распрямился внутри, он не смог. Не хватило, понимаете, вот этой науки. Поэтому наука, это Господь говорит, славлю тебя, Господь неба и земли, что ты утаил все от мудрых и разумных, и даровал то младенцам. Вот мне Игнать Игнатьевич очень сильно понравился именно своим вот таким младенческим взглядом, истинным простым взглядом на Слово Божие. Он никогда Слово Богословие не упоминает, но он всегда упоминает Слово Божие. У богословов постоянно, мы богословы, как поэты, любят о себе. Я поэт, или там, и не может ли поэт, там, у них все такие, ну, кто читал от поэтов, они все там о себе любят вот это поговорить. Там, я поэт, мы поэт, тот поэт, и поэт великий там, хоть пока будет жив, хоть один пеит. Пушкин там все восхвалял себя. До того, как и у пуля в живот не попало. Поэтому, что восхвалять на себя? Мы, богословы, а потом сами же смеются. Бог о слов, Бог о слов. Игнатия Тихоныча, который ни разу слово богослов про себя не произнес, в роликах называют Богом о слов. Вот известный Бог о слов, Игнатий Лапкин. И смеются там, ха-ха-ха, уши там еще приделают. Я думаю, какие же у тебя будут уши-то ты увидишь потом, а? Что будет над тобой-то? Ты лжец из лжецов-то. Для кого ты эти ролики-то сочиняешь? Умничаешь? Смехотствуешь? А Игнатий Иванович не выбрасывает их, они стоят. Почему? А вот в Библии много такого, из чего бы не хотелось даже слушать. И люди, которые мирские, прочитали Библию, и они напоминают это постоянно. То о дочерях Лотовых, то о Давиде, то о этих убийствах, которые там были, смертях, которые Господь же и сказал сделать. А все это есть почему? Слово Божие истина. Вот, Игорь, упомянул об этом человеке, который вот такой очень умный, очень такой, да, ну, слова у него Божьего не было. И он всю жизнь гордился только сам собой. Вот эта гордыня у него привела к такому отрицанию Бога. Гордость. А другая женщина была сагменная, говорит, 18 лет скорчена, и Господь ее распрямил. Потому что она... Потому что, да. Это оничижилась. Потому что Господь увидел, что нам пора освобождать, она уничижала себя, да. Или там кровоточивая была. Так, Бог Авраам, сын... Сына Авраамова. Почему Евангелист поставил Давида после Авраама? Потому что Давид особенно был знаменит у евреев и жил позже Авраама, и был царь. Ибо из царей он первый благоугодил Богу и первый из них получил обетование, что от его семени восстанет Христос. Почему все и называли Христа сыном Давидовым. Давид носил в себе и образ Христа, ибо как все воцарился на место отверженного и возненавиденного Богом Саула, так и Христос пришел из Отца, во плоти его царился над нами, когда Адам потерял царство и данную ему власть над всем живущим на земле и над демонами. Вот так. Для нас этого толкования бы не было, никогда бы мы, может быть, до этого бы даже с вами не дошли. А здесь Господь открывает великие для нас просторы разумения Слова Божьего. Если мы это примем как за некий алгоритм, то есть повторяющиеся какие-то сочетания, то можем далеко пойти в исследование Слова Божьего для своей души. Так оно тебя запирало? В простоте причем. Почему именно Давида поставил, а не Авраама? Хотя Авраама можно было первым назвать, он же уверовал Абраама. Уверовал первый. Потом Давид только пришел. Сына Давидова, сына Авраама. Почему Давида? Давид, видите, как интересно идет здесь. Параллель проводится. Что Давид и Адам. Давид принес царство истины христовой, как бы, к евреям. Царство евреев. А Адам его растранжирил. Эту истину растранжирил. Был в истине. И, казалось, твердо стоял, но не удержался. И когда всего лишь один человек попросил его сделать грех, он на это с удовольствием пошел. Вкусил, а потом еще и претензии к Господу. Жена, которую ты мне дал, дала мне, и я ел. А нужно было сразу ее укорить, сказать, ну что ж ты сделала? Как ты смела? Нет, он ел. Ну что теперь можно говорить? Уже понятно. Нам сейчас это понятно, в чем дело было. Любовь. Ибо, говорит, не нашелся человек, помощник человеку, не нашелся по его достоинству. И Господь сделал. Ну найдется, значит будет жена. Надо же так, а. И теперь же, как жене тяжело? Какое-то надо, не знаю, надо иметь нечеловеческое терпение женщине. Если тем более муж верующий еще, то это не сказано повезло женщине. И она хочет, понимает, что можем спастись. Ну вот и сейчас, сестры, я не призываю вас, чтобы вы там мужей себе брали. Нет. Тут хватает у нас мужей. У нас вот Игнатий Тихонов, батюшка Игнатий Тихонович есть. Там старшие братья. Ну, смотреть по-разумному тоже. А то бывает перехлёстывает у нас. Знаете, да, Игорь-то палец раздробил себе. Кто знал об этом? Я вижу, он забинтованный. Не знали? Нет. Он мне сейчас только сказал, сели. Я говорю, Игорь, ну что ты не сказал? Ну, понимаешь, я вот, ну что буду беспокоить? Сломал палец. Это просто камикаджи какой-то. Сломал. Сломал. Он ноготь повредил. Нет. Он сломал палец. Фаланг. У него сломана фаланга. А потом ноготь сейчас нет. Ну, понятно. Фалангу сломал. Ударило дверью. Прищемил. Стыдно было сказать, что прищемил дверью. Ну, мало ли что, сделалось-то теперь. Я говорю, ну, когда он сказал это, я говорю, ну, Игорь, ну, понятно, почему ты не сказал. Понятно. Ну, прищемил дверью, брат. Ну, ты же болеешь. Это непонятно, до чего можно довести. Может, в последний раз тебя увидели там заражение все. Он говорит, дверь так ударила, забрызгала всю одежду. И он, я говорю, ну, и что, как ты там лечиться? Я потом пошел и выговорил все этим, кто заведует, там вот этим хозяйством. Я говорю, брат, у тебя что, сань? У них дверь сильно хорошо закрывается. Да им памятник нужно не рукоторный, а разлигнуть. У нас вообще двери все не закрываются. А тут единственный раз хорошо дверь починили, что закрывается. Я говорю, брат, ну, смотреть надо, браться за ручку, а не толкать дверь вот так. Вот под эту... У меня, у Марины на работе иногда подвожу, женщина, заместитель директора, начальница, можно сказать, и она попала у меня под дверь в машине. Тоже закрывала вот так. Я все говорю, за ручку, пожалуйста, за ручку, пожалуйста. Ну, а тут, когда она попала, уже в ней палец прищемил, и синий вот такой. И она уже подходит так к машине потихоньку. Я подошел, открыл ей, садитесь, я сам закрою. Первый раз сам уже закрыл. Она, ну, все, я теперь научилась. и начинаем только выходить. После этого, как он зажил, она выходит, и Лариса Петровна, она, да-да-да, я за ручку. За ручку. За ручку закрывать. Я говорю, теперь ты научишься закрывать эти двери-то. За ручку закрывать. Открывать за ручку, закрывать. Ручка вот такая огромная, вот такие там. Но мы, что сказать, неаккуратные ни в жизни своей, ни в вере. Вот так вот. Это я как раз к этому говорю, к Адаму с Евой. Поэтому иногда сейчас и Ева может помочь. Ну, уверовавшая Ева, конечно, во Христа. Так. Дальше. Авраам родил Исаака. С Авраама начинается рабословие. Так как он был отец евреев и первый получил обетование, что благословятся в нем все народы. Бытие 18, глава 18 стих. Итак, прилично от него начинается родословие Христа. Христос есть семя Авраама, в котором получили благословение все мы бывшие прежде язычники и подклятвые. Авраам значит отец языков. А Исаак радость или смех. Евангелист не упоминает о прежде родившихся детях Авраама, то есть об Исмаиле и других, потому что иудеи происходили не от них, а от Исаака. Исаак родил Якова, Яков родил Иуду и братьев его. Толкование. Вот потому упомянул об Иуде и братьях его, что от них произошли двенадцать колен. Итак, Игнать Тихонович говорит нам об исполнении закона. Никто не может требовать исполнения того закона, который не доведен до сведения живущих в этом государстве. Знать Евангелие, благую весть, это не только знать его содержание, но и знать его истинное толкование. Иоанн Златоуз говорит, не показывай мне, что это написано, а дай мне смысл написанного. Великие слова. Жизнь по Евангелию, то есть по Новому Завету, по второй части Библии, наиглавнейшей и спасительной, как может произойти, если народ не научен и его не учат этому самому Евангелию, то есть Слову Божию. То и те, кто скрыли, не донесли какой страшный ответ дадут перед Богом, обращаясь к таким священникам. Иоанн Златоуз говорит, о священник, если одна овца погибнет по твоей небрежности, тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить вину. Иоанн говорит, от Иоанна, катая глава 39 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Нужно не просто читать, а исследовать, как лаборатории, постигая истинный, сокровенный смысл в Откровении Святого Духа. 1 Тимофеевич 16 стих. Внимай в себя и в учебнии, занимайся с ним постоянно, и вот так поступай, и себя спасешь, и слушающий тебя. Жить по Евангелию значит быть плодоносным, жить, не огорчая Спасителя. Псалом 1, 2, 3 стихи. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево посаженное при потоках вод, который приносит плод свой в свое время, во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Как может пастырь говорить о жизни по Евангелию своей пасты, если Евангелие не изучается, а как принято существует совершенно отдельно на полочке, не обитая в человеке. Если нет жизни по Евангелию, жизни по Слову Божьему, то все ритуалы, все богослужения, даже с участием Папы и Патриарха, имеют иную цену, чем им предают их исполнители. Притча 28 глава 9 стих. Кто отклоняет ухо свое отслушание закона, того и молитва, мерзость. Жить по Евангелию это жить в Духе Святом, Евангелие это откровение Духа Святого. Григорий Ницкий утверждает, что Бог имеет дело только с тем, что сродственно Ему. В ком Дух Святой, тот не может не любить Христа и Слово Божие. Евангелие 14 глава 23 стих. Иисус сказал Ему в ответ, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его. И мы придем к Нему и обителю Него сотворим. Не любовь к Слову Божию, там, где не любовь к Евангелию, где не избирается благая часть сидения в ног Христа. Лука 10 глава 42 стих. Одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Римлянам 8 глава 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Святого не имеет, тот и не Его. Незнание Евангелия обрекает человека блуждать в стране далекой с блудным сыном в содружестве вдали от пьезы отца. Хорошие комментарии со словами Божьими. Да все хочу слово Божье. Да. Все. Ладно. Это чьи вот эти посуды? Это я унесу. у меня унесу. Как еще? Где там наши студенты? Ну, они уехали в общем дело. Анфиса куда уехала? А, Анфиса вчера вечером уехала. Домой. А Лиза давно уже уехала. Анфиса я видел, она там уже. Она не успела в пятницу, сумками туда-сюда пробегала. Вот тебе. Давайте. Чем нет? болезнь. А, хорошо. Все, понял, спасибо. Очень важная вещь. Очень, очень. У нас нету ни одной зелени. Да ладно. Так что все, они вещи все забрали почти, ну там что-то осталось еще, не знаю. я ей говорю, ты хоть немножко там вещей оставила, чтобы обратно вернуться. А она не понимала ничего. Говорит, ничего, отец приедет, заберет. Они что, не хотят возвращаться? Она не поняла просто. Ну, молодежь. Я говорю, что-нибудь оставь, что-нибудь вернутся. Не поняла. Ну, что я с них сделаю? Пускай подрастут еще. Деньги сейчас зарабатывать, будут коров пасти. Деньги зарабатывать. Ну, что же надо? День пропас 500 рублей. О, вообще. 500 рублей. Надо пасти-то 500 метров от дома там все, караулить, не посуду. Ну, да, караулить. 500 рублей. Ну, они на велосипедах там как? на велосипедах. Там-то как-то. Сложно. Что, надо деньги? Приезжай. Почти коров с бараном. Вернула Степана огород. Огород-то огород. Вы как-то бы сейчас здесь все там и посажено, там, полсотки картошки, там, ничего, знаете, кого-то, даже не полсотки меньше, и все заросло, и ничего не видать. Брат, ты что-то будешь делать, да? Будет? Он вышел, тот сейчас будет. Ну, пропаловать надо, что-то пропаловали бы там. Молимся все-таки, молимся как-то, брат. А, ты не забудь у меня ключи-то забрать, а то у меня они в машине лежат. Они пригодились мне, мы тут крышу-то очистили с Сергеем, да, и с этими ребятами. Это вам просто очищал? Это Сергей туда залазил, я корректировал, а этих... Да, они не МЧС-ники, звонили, МЧС-ники. МЧС-ники, они там делали, и по пути уже к нам просто подошли, помочь вам, я говорю, конечно, помогите, видите, парень там один. Они уже веревкой закинули, тут зацепляли, там Сергей завязывал, короче, столкнули, все. И все, а так больше ничего не было, сильно непомятно, там на трубе висело, ураль, да, да, это уже мы убирали. Там же на сарае одну шиферину снесло. На сарае шиферинки снесло, да, их там половина там на крышке. А у Надежды Васильевны еще что-то? Нет, это не он. Как? У меня же Васильевна с дома стоит две шиферины снесло, на полу разбились, а на сарае просто на целое ее перенесло, она там на сарае лежит целая шиферина, только она лежит ближе к этому краю, я с верхушки содрала. А это две шиферина у Надежды Васильевны с того края. Таких надо покупать, да, да, там старые шеи, там никакое, там чем-то закрыть. Железо у нас, а цинковка есть, да? Ну, что-то там приблизилось. А цинковка есть у нас там еще? Не знаю, крыша там не потекает, чердак сухой совершенно. Ага, видел, да? Ну, все равно, там рубероид. Ну, да, там рубероида много, там не только рубероид, там баранит лежит. Я сегодня с фонарем там все просвечивало, ходил, и там никак при дождя не попало. Ну, там баранит лежит, но все равно надо будет туда что-то делать. Ну, ну, что, закончили, нет? Ну, немного осталось. Ну, уходите, я отдыхаю. Давайте. Ну, Сергея позовите, чтобы отключил камеру. Да мы помолимся. Сережа! Да мы еще отключите, выдерни, да и все из-за зрения. Да где-то нам сейчас это помолимся, подготовленные. Молитесь. Батюшка, благословите нас на добрые дела. Благослови, Господи, рабовки. Спаси и сохрани его, Господи, от всяких напастей. Утверди, Господи, в вере, чтобы не уклониться ни направо, ни налево. Будь милостив, Господи. Тебе слава. Отцу, Сыну и Святому, Богу, и ныне пресновей и веков. Аминь. Спасибо, Христос. Игорь, забудь, ключи вытащи, отдай ему. И вот это надо забыться. Я уже забыл. Как я сейчас сказал. Где же Нинина? Вот Нинина где-то посудина была. Все закруглилась. Игорь, забудь. Субтитры сделал DimaTorzok.